здравствуйте друзья у нас тут парочка студентов которые участвуют в нашем разговоре ну давайте вот с дамой начнем дама вас как зовут наташа наташа и молодой человек вова по очереди наташа откуда вы я я из россии вообще это большая такая из республики мариал из яшкаралы как там вообще ну холодно там ну это не сибирь я бы не сказала что так у нас холодно но но и не юг а вот мы марийцы да или марийцы как правильно назвать марийцы марийцы они как бы говорят на своем языке или они там уже все обрусили есть разговор да между собой они стараются конечно говорить они стараются этот язык сохранить но большинство как то тоже молодежь они стараются уже говорить на русском а которые люди постарше они еще и носит национальную одежду красиво ну да это фактически это финско-угорская группа да да ну хорошо так вы там что делали-то жила хорошо учились там что закончили я закончила факультет международных отношений а по специальности я письменный переводчик а потом я послеродчик с какого на какой английский немецкий и факультатива у меня еще был арабский и финский то есть не то что там допустим с марийского на башкирский там и татарский там международные дела нет такого нет хорошо то есть вот совсем уже международная прямо так надежь пошутил закончили институт работали работала я отработала год в компании и потом мне показалось что у меня этого мало я поехала в германию учиться это училась там еще долго учились то я училась где-то около года она какие вот эти бабульки я зарабатывала хорошо в принципе в марийской ну да я работала в хорошей компании в энергетической нефть там ну нет энергия энергия по проводам электричество да хорошо то есть можно значит и там тоже ну да я бы не сказала что нельзя можно у нас в принципе компания такая была успешная и я если честно я была очень горда что я работаю в компании вот такой вопрос молодая девочка там но вот уже вот думает о кавалерах там есть кавалеры нормально с кавалерами нет такого что половина пьяная все время ну как сказать у нас в россии мне кажется с этим проблемой немножечко что мужчины мальчики они любят конечно это самое дело и а если остальная половина которые не любят то они либо в тюрьме либо не обколотые либо еще что то просто по крайней мере я кого знаю хороший круг знакомств у вас я уже прямо за волноваться подождите девчонки одни да ну у нас да у нас такая такой был университет у нас очень было сложно учиться то есть они все мальчики выдержали бы такую нагрузку поступали у нас сложно было конечно поступить на поступали многие у нас спасибо спасибо училась жена у нашего президента на нашем факультете марийского президента да я извиняюсь за сколько лет сегодня то я не знаю а вот говорят многие я уж не знаю как там конкретно в марийской республике а вот говорят что можно там на взятках вот там больше там говорят даже некоторые что взятки вымогают вот если не заплатишь так вообще не не поставить тебе там той зачет несчастный у меня такого если честно никогда не было я своим трудом было очень тяжело я по крайней мере не видел все хорошо я так просто на всякий случай хорошо то есть учиться трудно не учишься выгонят не учишься да у нас был такой случай когда одна модель уехала на фотосъемку в германию и а ей надо было сдавать сессию то есть ее вызвали обратно она бросила свою фотосъемку прилетела и стала сдавать сессию симпатичная я думаю да если она фотомодель какие модели правильные пошли плюнула на эти съемки и учится хорошо так поехали вы в германию учиться немецком язык ну реально подкладывается вы знаете да я была очень удивлена я если честно училась среди людей которые жили там по 5 по 10 по 12 лет некоторые герой да и я буквально выучила язык вот за этот год который я там прожила я получила язык у нас были конечно люди которые там пришли и были в себя такие уверены думаю я ничего не знаю но когда я стала сдавать экзамен я показала что я оказывается это время потратила не зря и я сдала на 100 баллов и 100 и мне было очень приятно просто что я его сдала без единой ошибки и я очень была горда за себя план был какой то есть вы туда поехали чтобы выучить подучить немецкий улучшить и потом что наверное остаться то есть вы хотели за немца замуж выйти у меня был такой вариант что остаться либо рабочая виза то есть был немец либо рабочая виза либо что-то еще потому что я мечтала о германии но когда туда приехав я поняла что это не то что я хочу налоги большие немцы я бы не сказала что не так это кажется когда ты приезжаешь отдохнуть кажется что все хорошо стране а когда ты начинаешь уже жить ты видишь уже эту другую сторону страны как они экономят как они берут варианты игрушки но это неплохая черта но это неплохая черта но когда вот например я приведу такой пример он немножечко вот давайте примем он так сказать доходит это до смешного но это реальность когда например мы были посуду было спасать и мощную машину но мы не пользовались целях экономии воды мы набирали в раковину водичку затыкали вот эту дырочку и просто полоскали там тарелочки можно так сказать то есть такая экономия либо когда ты просто голову моешь ты извините меня за выражение ставишь тазик чтобы вода дорогая или просто они жалеют воду во первых дорого во вторых очень большие налоги и конечно мне кажется и менталитет тоже мне напомнили была такая старая песня еврейская на идиш я услышал детстве значит о том как царь пьет чай он берет сахарную голову делает в ней дырочку наливает за чай в этом так что это напоминает вашу заткнутую раковину замкнутое пространство ну хорошо так подойдите давайте мы теперь давайте откуда я родился в городе бендер это нынче называется триднестром это некоторые путают с бендеровцем да постоянно кстати вот россияне мне всегда помню в турции отдыхал летом и когда мне говорили кто-то ты откуда я беру с бендер именно меня так раз думали что я может быть хочу поругаться и что-то во всем и потом мне приходилось объяснять говорю это просто город называется города турецкое название он раньше назывался тегина бендеры но оба турецкие названия в общем это приднестровье но вообще молдова по идее да ну хорошо в этом родились учились где в гимназии номер два нет ну вы сидите где-нибудь учились я уехал в москву потом учиться в московский государственный университет пищевых производств и у меня была специальность это пищевой студии да в общем факультет был управление качеством и и уже естественно кормили это хоть прилично столовые студенческие да у нас было их много и специальность у меня была стандартизация сертификации я закончил только два с половиной курса потом я поехал в америку в америку поехали work and travel нет моя мама вышла замуж и она мне сказал сына хочешь в америку а вы тут а я тут вот ну переезд для меня был такой сложноватый потому что что-то как-то я приехал не знаю английского плюс еще там что-то кто-то например сказал да что там будешь делать да знаете эти разговоры думает там ничего страшного но хотя и как-то меня это все напугало так а то некоторые под ногтями не чистят и даже были такие моменты что после того как приехал я думал даже не дождаться грин карты то есть я на таком и что делать а вы ехать но я дождался грин карты один раз все таки все равно уехал на полгода так подумать и куда уехал в москву обратно да может быть восстановиться в университете чего в москве полгода делал ну так работал всякие такие работы для студентов но важно не притесняли за то что вы можете сказать американец из сокровенно не не хотя бы знаете были моменты когда вот некоторыми друзьями не то чтобы ругался но там вот когда крым начался вот это все меня это как бы все возмутило и вы разошлись во мнении да я говорю что они просто нет это же хорошо много дежью давайте же аляску возьмем и еще что-то прихватим то есть у людей все такое какой-то менталитет что если захватывать больше территории то страна сильнее ну я не знаю откуда это берется ну телевизор да ну хорошо теперь значит короче вы все-таки решили к маме да я там поразмыслил посмотрел увидел что все это начинается крылья вы там что посуду мылили что не работали для студентов тоже такая принеси подай в общем ну то есть не то что что-то потеряли в Америке я просто вы знаете все равно боялся в Америке остаться и не развиваться то есть где-то застрять я видел некоторые примеры как ребята там с языком он не могут выучить английский как привыкли для марки клеить возможно как-то не на те примеры я смотрел то что мне в первые разы попались они как-то на меня повлияли подойти а вы про нас откуда узнали айту вы искали что-то или понимаете так какая-то у меня эмиграция такая получилась неподготовленная вот то есть свалилась на вас мама мне говорит поедешь поеду посмотрю сейчас лет сколько у нас три маленькие еще вот все впереди английский звучит уже хорошо так вот ребята меня хвалят так подождите так вы все-таки уже после второго пришествия так сказать на американскую землю вы сколько уже тут а в сумме все около двух с половиной лет ну то есть уже английский то получили да хорошо так вы нашли нас на ютюбе а чего вы решили что это к вам как-то относится вот и что вот что это как раз для вас вот откуда мысль была во-первых как бы я был связан в университете с качеством я понимаю что это может быть конечно не совсем одинаковые специальности но все же плюс у меня вот в характере такая черта я люблю сидеть и вот ковыряться например искать ошибки где-то мне кажется это ко мне да там вы были бы в политической оппозиции или все искали бы выискивали что-нибудь там деятельности правящих структур а тут вы будете значит в софтвере да хорошо значит то есть с вами понятно как вы сюда попали ласточка как вы сюда попали вообще поехала в германию знаете была такая частушка у меня был приятель в институте связи учился он потом ушел у него был белый билет его не брали в армию музыкантом был в ресторане и там основной заработок у них было то что люди подходили там давали там четвероточок они что-то им исполняют вот и в частности у него такие были там частушки вот я одну помню такая была ехал ваня на урал в калифорнию попал вот какой рассеянные сядь цилий моисей вот вы вы как попали поехала в германию а попала в калифорнию а если честно да я никогда не мечтала жить в америке и так получилось что я сейчас здесь здесь вообще я в америке во флориде год подождите вы к нам сюда из флориды да недавно вот там учиться приехали просто и обратно туда и муж у вас там ну да так вот грека тоже есть да то есть не выгони не выгони уехала все знаете вот что я вспомнил сейчас насчет вот не мечтал не мечтал вот тоже когда только приехал в америку видел ребят которые пытались легализоваться видел как они бьются способами и смотрю на себя думаю что ты наверно не понимаю пока что почему я так не бьюсь ну во всем да такая не ценишь когда тебе дается это сложнее ты начинаешь это ценить а когда тебе дается так просто надо смотреть про флориду вы там где во флориде то есть вы знаете наших девчонок оттуда там целая стая ну я наслышана да а этих девушках я знаю что там вы их лично не знаете вы как про нас узнали про вас youtube он у вас даже вот здесь то есть не то что вы допустим знали кого-то кто нас учился живьем лично нет я лично никого не знаю давайте немножко назад в америку то вы как попали в америку я говорю я познакомилась с мужем в германии американцем а он там что делал путешествовал турист 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 а я училась ну это он к вам приставал или вы к нему ну нет ну что мне кажется вообще девушки нехорошо ну может быть вы глазки строили глазки строили ну строили нет глазки я не строила так а как же это получилось но у меня у меня я была тогда в то время настроена на учебу у меня были даже экзамены на носу и я не думала никому глазки строить то есть вы ему ноль внимания фунт презрения а он может сказать ну да буквально так как я говорю я не знаю мне даже как то подружки потом еще говорили как так как так быстро он тебя позвал замуж быстро ну так вот очаровала буквально наверное мы поговорили две недели три недели даже не целовались ну что вы такие вопросы задаете ну я так вот увидел девушку и выходи за меня и все ну такого нет ну что да NOTE ну хорошо то есть было время разобраться в чувства было бы не очень сложно здесь найти хорошую девушку в америке не хочу никого обидеть На самом деле, извиняюсь, что перебила, такая тема очень, как сказать... Девушек трудно найти. Не правда это. Среди американок есть очень хорошие девушки. Я не говорила, что их нет. Это он жалуется. Да, существует такой стеречек, что прям все плохие, но я не знаю. Не-не, ну что вы такое говорите, все плохие? Особенно в Калифорнии, мне кажется, здесь просто это... Да нет, нет, хорошие девчонки. Значит, короче, втюрился и все. А у вас кто, как бы, этнический бэкграунд у него какой? Он не говорит. Ну хорошо, но вот у него, может быть, у него какие-то родственники в Италии, там, недавние... Ой, из Швейцарии. Вообще у них корни из Швейцарии. Там же тоже, по-моему, итальянцы и немцы. Итальянцы и немцы, французы, да. Хорошо, из Швейцарии. Ну, так он европейского типа какой? Вот, черненький, светленький, темненький, светленький. Ну, у меня, как сказать, но глазки черненькие, самый черненький, но белокожий. Ну, то есть, типа, кавказца нашла? Типа, какого? Ну, наверное, да. Швейцарец, короче, ладно. Хорошо. Так, а он нам что сказал? Езжай, говорит, зарабатывать деньги будешь. Или что сказал? Или говорил, куда тебя несет, там, в какую-то Калифорнию? Ну да, он меня предупреждал. Ну, я такая сама по себе натурой, я не люблю никогда останавливаться. Я люблю двигаться вперед, и я просто не хотела... Во Флориде вообще, если вы знаете, что зарплата невысокая... А он вас чем занимается? У него свой бизнес. Транспортная компания, но я не хочу, ты зависимый. Хорошо, это мысль правильная. Но он зарабатывает нормально? Он зарабатывает нормально, да. Окей, но не жмотится? Ну, как? Я бы не сказала, что он жмотится. Ну, вот не то, что немцы там воду экономят. Нет, нет, такого нет. Ну, хорошо, а вот, допустим, вот если он хочет сделать вам приятное, вот что он сделает? Пиццу закажет или там колечко какое-нибудь подарит? Ну, не знаю, мы куда-нибудь пойдем в ресторан. Ты так смотришь, слушай. Обычно мы когда-нибудь идем в ресторан. Это просто какие-то, знаете, вещи, когда они делаются спонтанно, они даже интереснее, мне кажется. Куда-то просто пойти собраться вечером. Друзья есть в этом? Конечно, да. Тусовка есть у вас? Уже есть, да, и у меня уже появилось много друзей. Мама ваша как относится к зятю? Хорошо. Они, правда, друг друга не понимают. Мне приходится, когда у меня уже здесь были два раза родители, и, то есть, когда... Я очень рада, что они у меня приезжали. Я по ним ужасно встречаю. Им нравится здесь? В городе? Да, я думаю, да. Потому что... На пляж ходят. На пляж. Я сама, когда только получила права, они у меня тут буквально через несколько недель приехали. И я их повезла. Я помню на Хайвей, как первый раз приехала. У нас же такого движения нет. Но я старалась им все показать. И, то есть... Мне просто нравится. Возвращаясь к Мариал, республике. Там местное население. Они в какой религии? Вы знаете, они у нас... Вот эти майорийцы, которые вот местное население, они у нас язычники. О, то есть они не христиане, не мусульмане. Нет, я не говорю про всех. Но вот старые еще, которые старой веры, они до сих пор ходят в лес. Они приносят в жертву животных. Ну, то есть нет такого, что, допустим, женщина там возраста вашей мамы не должна в шортах ходить по городу. Нет, такого нет. Кстати, как в арабских странах нет. Такого нет. У нас девочка была из Казани. И я ей говорю, вот мама... Мама говорит, вот, ты обустраивайся. Я, говорит, куплю сумку красивую, шорты, и приеду к тебе, значит, в Калифорнию. Я говорю, а что она там шорты не купит? Она говорит, ты что? Говорит, там ее в шорты. Да вы что, в Казани? Ну, она уже не была. Это у нас... Это уже идет не то, что там... Религия или еще что-то. Это уже человеческий фактор. У нас, мне кажется, в России смотрят на так... Ой, как ты одет. Ой, да тебе столько лет, а ты вот шорты одел. Здесь к этому попроще относятся. Я сегодня с утра три раза переодевался. У меня жена говорит, боже, как же можно так быстро... И вот я вот... Вот, пожалуйста. Любите поманчить? Нет, наоборот. Она говорит, что ты... Я что-то одену. Она говорит, разве можно так ходить? Вот у меня шапочка есть. Давайте я вам дам шапочку. Давайте. Будете. Вот, смотрите. Мама порадуется. Скажет, такую принцессу вырастила. Да. Брать и сестры есть? Нет, брать и сестры. Что, одна, что ли? Ну, да. У мамы, с папой. Хорошее дело. Они говорят, этих внуков давай швейцарят. Не говорят? Ну, конечно, я думала, как-нибудь у родителей уже хочется подержать на руках, понянчить. Да, конечно. А у вас чего там? Моя сестра. 14-летняя. Маленькая. Ну, тоже, говорит, вырасту, в Америку поеду. Нет, но здесь. С мамой, к сожалению, папа там остался. Но, может быть, если он захочет поехать. Ну, когда вы гражданство получите, вы можете его привезти. Просто он такой человек, не может сидеть на месте. Я вот боюсь, чтобы он здесь приехал и как-то не... И в Мексику ушёл. Ну. В общем, я бы хотел, чтобы он, конечно, нашёл что-нибудь здесь для себя. Потому что он энергичный и такой пробивной человек. Хорошо. Хорошо. Смотрит наш канал? Нет. Он вообще так... А смотрел бы наш канал давно мужа тут был? Может быть. Может быть. Дело в том, что... Да. У меня... Могу сказать... Спасибо папе за хорошее детство. Потому что у нас такой регион был неблагополучный. Да. И... У меня было детство хорошее. Поэтому, папа, спасибо. Вы там тоже имели возможность разливать там из погребов, там... Да. бочек. Да. Банками трехлитровыми. Это... Это в твоём понимании хорошее дело. Нет. Не только вино. Нет. Оно вино, как компот. Там же муна они пьют. Ну да. Я была... Я когда в Италии была, я увидела, что дети от 3-4 лет от них пьют спокойно вино. Ну это же не наши бутылки. То есть у нас у нас такого нет. Другое вино. Это больше как сок такой. Ну да, наверное. Ну что же. Хорошо. Так... Встретились вы, значит, у нас в школе. Да. И вы... Просто друзья. Подождите. Я не в том смысле. Это понятно. Это мы уже определили. Значит, вы в группе Full Time. Ага. Да. Вот из той же, откуда Кристина, которая у нас вчера снималась. Казачка. Да. Вот. То есть, а вы такое, как бы казач... Мы друзья. Хорошо. То есть вы казачество Силиконовой долины. Можно так сказать. Осваиваем территорию. Ну хотя вы уже домой скоро поедете. Пройдете и домой. Ну кто знает. Может я здесь получу хорошую работу. И я, наверное, буду переманивать сюда мужа. То есть все хорошо. Ну и бизнес можно и тут открыть. Хороший. То есть ты знаешь, как размечталась. Ну, на самом деле я бы на вашем месте, конечно, домой бы ехал. Потому что там работы много. Деньги чудовищные. По сравнению с тем, как вы здесь бы себя чувствовали. То скажем... Форида. Конкретно Форт Лаудердейл и Майами. ОДНР. Там у нас ребята за неделю, за две получают на старт там 60-65 тысяч. Это по тамошним понятиям жутчайшие совершенно деньги. Вы здесь так не получите. Ну да. А чем это обусловлено? Почему так? Я думаю, что как вообще в рыночной экономике, а условно соотношением спроса и предложения. Понятно. Вот. Поэтому предложение ноль, а спрос все-таки не нулевой. Но я могу сказать, что рынок вот у вас там на порядок более активный, чем, например, где-нибудь в Орландо. Вот почему-то у вас там... Видимо, люди, когда компании во Флориде создают, думают, так уж и сделаем на пляже, что ж мы будем где-то там непонятно где. Вот. У меня такое подозрение. Ну что же. Хорошо. Так а как учится-то вот предмет в голову? Заходит? Заходит. 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 Мы еще коллективно обсуждаем, кто что-то не поймет. Иногда бывает, что мы собираемся после занятий, либо в выходные дни мы собираемся просто в аудитории. И кто-то, например, просто вызывается и спрашивает вопросы по вопросам. То есть, такой МОК. Такой интервью. Ну да. Мини МОК мы друг другу устраиваем, либо просто уже задаем друг другу вопросы и кто что понял уже. И возникает общая картинка, тема. Ну вы сдружились там как-то коллективно? Да. Мне кажется, я вот недавно тоже вспоминала, мы когда ездили. Конечно, сложно уезжать так. Ой, ребята все просто, группы вообще очень замечательные, все такие дружелюбные, хорошие, что вроде еще только... Ты бы начали про гугл? А, ну нет, я к тому, что вроде только начали учиться. Сколько? Три недели. Нет, не то, что заканчивали, но уже с такой степени сплотились, да. И мне вот, например, будет очень не хватать ребят, я буду очень скучать. Жалко нет там с площадки какой-нибудь, а то вы пошли бы с площадкой и там бы дрались с этой группой, с местными хурриганами. Здесь нет такого развлечения. Ну чтобы так про нас плохо думать. Я говорю, сплотились. Значит, вы у нас филолог, а вы у нас по качеству продуктов. Ну хорошо, более инженерная, более естественно научная экопрофессия. Вот постоянно идет дискуссия такая, когда люди, которые со стороны на нас смотрят, и они говорят, ну как же вот гуманитарный человек может за несколько месяцев там освоить что-то компьютерное до уровня того, чтобы его наняли на работу. Вы как вот на это смотрите? Может. Откуда вы знаете, что вас на работу еще возьмут? Ну вот вы учитесь и учитесь, или вы видите вокруг людей, которые устраиваются, или вот как вы судите? Видим. Мы общаемся с ребятами, которые уже закончили школу, мы видим, что они работают, получают хорошую работу. Но принято скрывать, сколько получают или делятся? Нет, делятся, это зависит уже от человека, но большинство, они говорят, они не скрывают, сколько они получают, то есть делятся. Мне кажется, еще дело в скорости освоения, кто-то может вот так вот, кто-то там, кому-то какой-то... Я думаю, что это же не какая-то квантовая физика, и правильно? Rocket science. Да, и просто может быть кому-то надо там определенный промежуток времени такой, кому-то нужно такой, но не освоить, мне кажется, это нереально, нереально не освоить. Нет, но речь идет о том, что мы все-таки за короткий промежуток, если 5 лет учиться, так тоже говорят. Ну да, да. У нас такого нет, к счастью, но... Ну хорошо, то есть у вас группа все-таки не инженерная, правда? Там разные народы. Да. И ничего, и не жалуются. Я не видела. Мне вот еще тоже побавился перед школой, и перед школой я нашел, что такое HTML, JavaScript. Я просто думал, что это какие-то страшные вещи, думаю, вдруг я не освою. Я нашел, знаете, такой сайт Han Academy, бесплатный ресурс образовательный? Да. Там можно выучить HTML, JavaScript. Их много таких. Да, и Gold Academy есть. И на самом деле мне даже понравилось, и мне стало интересно. Думал, вау, я умею делать какие-то крутые штучки. Так и на YouTube полно видео. Да, да. И наоборот даже как-то интересно стало. Я хоть и учился на инженерную профессию, но все равно в душе я больше гуманитарий. То вы что, стихи пишете или музыку? Нет, нет, просто люблю разговаривать. Окей, так вы блогер. Пока нет. Ну, пока нет, а что же вы, вы уже начинаете. Это знаете, как раньше, допустим, сказали, вот там балабонка какая-то, а сейчас блогер. Блогер, да. Статус. Ну, конечно, другое дело. Вышел, там людей развлекал. Может, там использовать даже что-то сказал. Сейчас блогеров много стало. И как-то так пошло в народ. И вот три года назад, когда вот я начинал это вот хозяйство, так на пальцах одной руки, неправильно, на одной руке пальцев, вот, хватило бы. Понимаете? Хотя сейчас вообще много и по всей стране, и в разных странах. Мне кажется, чтобы блог сделать какой-то, нужно какой-то свой особый блог. Правильно? Вот про Америку, например, уже много, мне кажется. И, например, как вам составить конкуренцию? По-моему, никак. Ну, дело вот в чем. Просто вы можете сделать на свою тему, ну, скажем, как вы стали тестером. Хотя таких блогов уже есть, там, биток, биток есть. Вот. Но у вас есть какое-то видение. Вы можете показывать Америку так, как вы ее видите. Если ваше видение кому-то интересно, то, соответственно, появляется сколько народу, которые за вами следят. Всегда есть кто-то, кому интересно. Это может быть больше или меньше. То есть, у вас может быть 100 тысяч, там, вот, как у Флориды, Ялты скоро 100 тысяч будет. Она у меня, она у меня, как идет, такой, знаете, как отметка такая. То есть, вот там Дяна говорит, ага, значит, можно уже и до этого дорасти. Я помню, у нее когда-то было 15 тысяч в то время, 3 года назад. Я вот, смотри, как, 15 тысяч можно. А сейчас, я смотри, сейчас и 100 можно. Ну, вот, я на нее ровняюсь, так думаю, о, как можно еще. И мне кажется, самые, как ни странно, более такие ходовые ролики, это там, где, я вспоминаю, там, ролики, как знакомиться с девушками, я не знаю. В общем, там куча просмотров, в общем, да. А еще можете про кризис доллара. О, да. Или там, например, вот опять же про Крым там, еще что-нибудь такое. О, тогда сразу будет много. Там будет очень много, и там будет очень много... В общем, путей развиваться много. Ну, некоторые любят, как-то им хорошо, как нравится, окунуться. Ну, что же, а ваш план какой? То есть, вы в Сакрамент потом? Нет, или что? Нет, вот, честно, без разницы, вот, где найду, там найду. Так, поезжайте с ней в этот... В Порт-Ладо, да. В Порт-Ладо, да. Не, ну, дружить там, будете дружить там. Там еще девчонки наши, очень хорошие. Кстати, да, это... Я бы хотела, я очень о них наслышала, я бы хотела очень с ними познакомиться. Я знаю, мальчик тоже там. Мальчик. И две девочки бы говорили, да, что... Девочек больше. А, из Казани. Ну, в Казани я слышала о двух девушках. Ну, из Казани, из Башкирии, там есть, там разные есть. Казань как-то ближе. Казань от нас недалеко, и то есть, мы туда часто ездим, то есть, я тут уже родную родину. Ты мне ничего подруги не рассказывала. А? Ты мне подруги ничего не рассказывала. Там подруги такие, вы чего? Там такие... Ну, чтобы познакомить меня. Это там. Тебе надо найти девушку, ну, хорошо. И займем всей девушке. Тогда, если девушку надо найти, вы тогда уже лучше вокруг нашей школы тут посетите. Ой, а тут я вообще просто... Мне кажется, здесь, наоборот, проблема. Какая проблема? Приезжают девушки, которые уже замужем, именно конкретно. А, ну, да. А, есть маленькие еще. Есть маленькие тоже, и 19, и 20 есть. Да. Ну, значит, мы просто не в ту группу попали. Есть разные. Но, во всяком случае, я, наверное, возрастной уже такой. Мне там, они все, кажется, в красотке и модели такие. Знаете, время... Не, но здесь, на самом деле, много красивых девушек. Вам не кажется? Ну, не кажется. Объективно. 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 Ну, что, друзья, хорошо. Хорошо, что еще, знаете, вот и без очков видно модели красоток там и так далее. Вот я вам, я уже показываю вам так, чтобы вы тоже понимали, что у нас тут не мухры-мухры хоть и замужем, а все глаз радует. Правильно? Так, вы не хотите маме привет передать? Мама смотрит наш канал? У меня смотрят родители, у меня не только мама, у меня и папа смотрит. Вот. Всем привет. Давайте привет. И друзьям, и знакомым. Мы все-всем. Я одна группа римков. Одна группа. Язык уже. По институту. По институту, и по школе, и по этой школе. Хорошо. То есть всем, кто меня знает. Всем, кто да. Да. В любой точке мироздания. Ну, да. Я думаю, да. С такой шапкой мне ничего не страшно уже. Да. Из Израиля привезли. Да. Да. Я думал, хэллоуиновский какой-то реквизит. Нет. Далеко она летела. Ну, далеко летела, но прилетела. Как удачно прилетела и села. Да. Летели, летели в коровочку, села. Да, там как-то, как называется? Вам спасибо, что такую школу организовали. Вы столько даете возможности людям. Да вы подождите, рано еще выведите. Если я смотреть на общую статистику, сколько мы уже знаем ребят, сколько мы здесь находимся, то есть все равно ты, прежде чем что-то ты делать, куда-то ты ехать, я, например, просто так я не ехала на Абум, я прочитала информацию, я спрашивала мнения. Ну, подождите, но вот вы читаете, вы же видите, что явно развод какой-то, но так же не бывает, вот так, раз-два и в замке. А где ведро дерьма скушать, где это все? Ведро дерьмо? Ну, как вот, элегант должен скушать там? Ну, знаете, каждый его ест, просто у кого-то вот эта вот лепешечка поменьше, а у кого-то она побольше, но она, она есть у каждого. То есть, не знаю, кому как повезет. Ну, то есть у вас не было ощущения, что дурят нашего брата? У меня поначалу, если честно, было такое ощущение, но когда я стала общаться с людьми, когда я стала спрашивать мнение, я поняла, что нет. А я привык, то есть, если нас не знают так плотно, то я как бы понимаю, что им бессмысленно что-то говорить, они скажут, что так не бывает, это, ну, как бы, ту год ту бетру, да, как у нас говорят. Действительно, а мы вот живем в этом каждый день, думаем, да, и господи, а у нас так вот нормально. Миракл делаем каждый день. Там один стакан, это тайм, бух, миракл, бух, миракл. Хорошо, так, а вы чего? Что вы имеете в виду? Ну, девушка вот что-то высказывает. Даже не знаю, на какую тему. А на тему, вот вы когда читали, там, или YouTube смотрели, у вас не было ощущения, что так, что-то не то? Я думаю, что нет. Может быть, на каких-то моментах где-то было, но так, чтобы прям сразу, о-о-о, типа, о чем этот мусина говорит вообще, у меня такого не было. Мне, наоборот, даже на какое-то одно из ваших первых видео, когда наткнулся, то показалось, что вы говорите некоторые вещи, как мой папа, например. Мне это как-то неудивительно. Стало это близко, и я думаю, наверное, значит, это хороший человек. Ну, думаю, можно доверять. Я вот вообще думал на эту тему много. Вот выходят там кандидаты в президенты. Вот там, особенно от одной партии. И там их, я не знаю, там пять человек. И все говорят, в принципе, одно и то. Ну, то есть, есть какие-то тонкости смешные, там, как бы даже не знаешь, зачем они вообще. Главное, что они же все знают, что вот то, что они обещают, они делать все равно не станут, и не могут там, и так далее. Но некоторые все равно как-то верят, может быть, немножко в то, что говорят. Но вот, говорят пять человек одно и то же. Вот этому ты больше доверяешь, а тому меньше. Почему, да? Да, причем знаешь, что все брут. Я, нет, я абсолютно искренне, но тут есть тонкость. Я, может, и искренне, конечно, что правда, но я, как бы сказать, субъективно же смотрю. Поэтому я вот так вижу, понимаешь? Это не значит, что ты увидишь так же. Но в своем видении я абсолютно искренне, о чем мне брать-то? Я считаю, что наша действительность настолько превышает то, что ты можешь вообще себе даже представить о ней. Потому что ты можешь сказать, о, это через чудо, это через чудо. Ты когда увидишь то, что тут сказать, так вообще быть не может. Может, конечно, да. Поэтому другое дело, что мы, конечно, пытаемся как-то так сформировать наш процесс, чтобы люди, которым не надо сюда попадать, чтобы они не попадали. Потому что проблема не в том, что процесс плохой или хороший. Процесс в том, что проблема в том, что неправильные люди попадают в машину. Ну что же, давайте мы отпустим наших зрителей. Вот. И если у них есть вопросы, то пусть они прямо под видео вопросы свои пишут. А вы тогда уже берете на себя обязательства отвечать. Отвечать. Отвечать, да. Потому что, чтобы они знали, кому написать. Ладно? Я могу сказать, что практически любой наш собеседник, всегда есть какие-то люди, которые пишут, а как найти вот там того, как найти этого. Народ, я не знаю, как их найти. Честно. Даже если бы я знал, я не могу взять чужой email кому-то отправить. Это бессмысленно. Если вы хотите, чтобы человек нашелся как-то, ну прямо там в комментариях напишите там. Кабличку написать у нас. У нас курс такого нет, но в целом все знаете кабличку написать в YouTube. Конечно. Разберемся. Если что, я вам подскажу. Давайте мы так помашем ручкой всем. Мы скажем пока. Пока. Чао. ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»